Вы знаете, я не буду рассказывать об истории двери, большую часть, я хочу просто показывать город. Это мечеть и католический храм, но очень красиво. Всем привет, меня зовут Мария, я живу в Москве, но сегодня я не в Москве, я в Твери. Кстати, плюс-минус Тверь и Москва – ровесники. Вы знаете, они очень долго воевали за то, чтобы быть главным городом среди российских княжеств. Московское княжество и Тверское постоянно боролись за лидерство, но потом получилось так, что все-таки Московское княжество победило. Пойдем гулять, вперед! Твери, отзывы достаточно сейчас противоречивые. Кому-то город очень нравится, а кто-то считает, что этот город серый и неинтересный. Лично мне город очень понравился. Он один из самых красивых городов России. Конечно, многое нуждается в реставрации или хотя бы в косметическом ремонте, что, в общем-то, сейчас и происходит. Кругом что-то ремонтируют, реставрируют, очень много перекопано и перерыто. На самом деле, конечно, у туристов это вызывает некое неудобство, но я прям загорелась желанием приехать сюда еще и еще раз, чтобы потом, когда все эти строительные работы, реставрационные, закончатся, увидеть город еще более красивым. Лапшичка, вот кафешечка, по-моему, называется. Мне очень нравится здесь название разных заведений. Например, Роковарная, Сковородочка, Лепота. В советское время Тверь, как и многие другие города в России, была переименована. Город назывался Калинин. Ну, вот видите, бар Калинин. Вообще, мне нравится, что много тут и советских памятников, и никто с ними не воюет, никто не воюет с историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова И петушок. Кстати, у нас в Москве такого нет. Видите, кресло дезинфицировано и ждет вашего малыша. Прикольно, прикиньте. Милое местечко. Где перекусить в Твери? Сейчас посмотрим, насколько это вкусно. Тренировки горячие, только скреты. Что это? Креветки в гору, с тренировкой. Вкусно. Мне нравится. В общем, будете в Твери, зайдете в Чикенхаус, берите, не пожалеете. Я на одной из улиц Твери. Посмотрите, как здесь красиво. Сегодня я покажу вам, как один и тот же город можно показать совершенно с разных сторон. Ладно, пойдемте гулять. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Не я на бульваре Радищева. Именно здесь находится памятник Михаилу Кругу. Говорят, здесь всегда живые цветы. Постоянно толпятся люди. В свое время памятник вызвал очень много споров. Например, часть интеллигенции местной была против, чтобы в центре города, рядом с монументами Салтыкова-Щедрину, Лемешева, Пушкину, стоял памятник российскому шансонье. Но со временем страсти улеглись. И теперь памятник стоит в центре города, приглашая вас посидеть с ним рядом, сфотографироваться, может быть, о чем-то поговорить. Приходите в мой дом, Мои двери открыты, Буду песни вам петь, Передом угощать. Приходите в мой дом, Мои двери открыты, Буду песни вам петь, Передом угощать. кстати здесь и вот таких домиков старых старинных если хотите достаточно много и вы знаете многие из них жилые там люди живут в общем кругом сплошная история так Музей Плюшкина. В общем, конечно, к герою мертвых душ этот музей не имеет никакого отношения. Просто имя нарицательное у нас Плюшкин. Здесь три зала. Это советский зал, ну, зал советской атрибутики. Дальше зал советских игрушек. И третий зал, его так и называют залом Плюшкина, где все, что угодно. Советский быт, одежда, техника, зубной порошок. В общем, чего там только нет. Музей Плюшкин. Слышите? Продолжаем гулять. Улица Пушкинская. Именно здесь находится самая старая в Твери синагога. Ей более ста лет. В 1913 году состоялось открытие еврейского молельного дома. Но потом советские власти синагогу у еврейской общины отобрали. Во время войны здесь вообще базировались немецкие воинские части. Ну, а после войны были разные советские учреждения. И только в 2002 году еврейская община Тверской области сумела добиться возвращения ей здания синагоги. В 2008 году в Тверскую синагогу внесен свиток Торы. Двигаемся дальше. Частный сектор в центре города. Потрясающие, красивые, интересные дома. Я там не берусь точно сказать, как они называются. Танхаусы, наверное. Наверное, знаете, когда я делаю какое-нибудь хорошее видео в Москве, кого-то хвалю, показываю какие-то красивые места, любят писать люди под видео. Ах, Москва, вы зажрались. Посмотрите, как живут люди в других городах. Как будто я не бываю в других городах. Вы знаете, вот смотрю Тверь. Хорошие дома. Кругом идет ремонт улиц, восстановление. Так что не знаю. По-моему, Тверь очень красивый город. И я говорю, мне прям хочется сюда еще раз приехать. Еще один интересный дом. Местный называет его Рюнкой. Это здание планировали построить как гостиницу к Олимпиаде 80-х. Представьте, но что-то не случилось. И, в общем, стояло оно как долгострой. Но потом из него сделали вот уже в наше время бизнес-центр. Я видела много разных домов перевертышей, но такой большой никогда. Католический храм и Тверская соборная мечеть. Мечеть старинная. Она построена в 1905 году. В советские годы не избежало того, что ее закрыли. Потом какое-то время здесь было кафе. Но позже, уже в 2000-х годах, все восстановили. Католический храм – это новое здание. Оно в 2002 году только было построено. Вблизи места, где находился старинный, старый католический храм, который был разрушен в советское время. Вблизи места, где находился старинный, старый католический храм, и санкет легкий декабрь. Тверь не зря называют Маленьким Питером. Во-первых, после основания Санкт-Петербурга Тверь оказалась на пути двух столиц. Вернее, соединяла старую столицу и новую столицу Санкт-Петербург и Москву. Вначале, по приказу Петра I, здесь стали строить мосты. Екатерина Великая после очередного пожара выделила на восстановление Твери более миллиона рублей. Также во время правления Екатерины город украсил вот этот прекрасный императорский путеводный дворец. Очень милый сад. Белочка. Она черная какая-то. Черная с белой грудкой. Ты видел? Да, у нас коричневая нема сейчас. Да. Ох, 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 вот это да. Вот это ты красавец. А еще и писаешь. Вообще круто. Далеко долго течет река. Какая? Конечно же, Волга. Где хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет. Единственная в мире действующая скульптура фотоаппарата. И самое главное, что он сфотографирует. Через него можно фотографировать. Вот так вот сюда ныряешь. Очень долго выстраиваешь, ставишь телефон. Вот так вот туда. И, короче, надо накрыться, так не увидишь. Засвечивает. И фотографируешь кого-нибудь. Еще раз возвращаюсь к названиям. Смотрите, это салон красоты. Называется Лепота. Ну, вы где-нибудь еще видели, чтобы так салон назывался? Мне нравится. Ну, а это из того, что мне не нравится. Заметила очень, ну, немного, но достаточно таких вот дорог, ямок. Ямок исторического, в кавычках, асфальта, который, видимо, нельзя менять. Но надеюсь, что это тоже изменится, что эти дороги в очереди стоят. Двор. Вот этот двор меня просто впечатлил. Он находится недалеко от вокзала. И, на самом деле, если вы свернете не на ту улицу, а вот сюда, вы будете в шоке. Конечно, такое бывает во многих городах. Но это мне прям напомнило какие-то, знаете, плохие районы Америки, что ли. Я недавно смотрела одного парня, который рассказывал про жуткие районы Америки. Так что тут вот и такое можно встретить. Да. Ну, такой старый советский сквер у меня ощущения. Кирилл и Мефодий памятник. Да. Хозяйственный магазин. Ну, такой дизайн интересный. Не знаю. Ну, ходим по дворкам, по задворкам. Мефодий памятник. Не знаю. Не знаю. так ну что тут я вижу делают дорогу ну вот здесь уже детские площадки какие-то такие нормальные но дороги конечно вот эта вся история смотрите по-моему очень атмосферно мои впечатления от Твери что-то очень красивое, интересное, историческое и современное, и классное кругом идет реконструкция города но очень много того, что мне не очень понравилось вот такие дворики, в которые я захотела и там я что-то увидела просвета чтобы там что-то менялось к лучшему библиотека, смотрите какая большая, красивая библиотека имени Вольфа хочу сказать, что я и про Москву снимаю и плохое, и хорошее как говорится, что вижу, то и показываю вы знаете, еще мне очень понравились в городе жители люди, которые здесь живут добрые, отзывчивые, интересные в городе, конечно, большие перспективы для туризма уж я точно сюда вернусь и другим буду советовать кстати, Сатирик, сын Петров, Шедрин который очень часто критиковал и усмеивал и власть, и много разных бытовых моментов в жизни россиян он был вице-губернатором, посмотрите Тверской губернии а это улица Ленина ага ну, в Новокузнецке такого типа вилка-ложка да, я посмотрю ну, тут пирожки, оладушки салатики, что по ценам ну, тоже цены такие адекватненькие выглядит неплохо да чугунное все ну, чаще Продолжение следует...